Зачем на деревья посадили ежей и каково это ездить на велосипеде с лыжей вместо колеса? Об этом расскажет Ольга Пырочкина. Вместе с главой администрации Чебоксар Алексеем Ладоковым наша съемочная группа проверила, насколько город готов к новогодним праздникам. Главную елку города и прочую красоту на площади республики представителям городской администрации видно из окна. Так что первой точкой объезда по новогоднему украшенного города стала набережная. К нашему приезду здесь наблюдалось активное движение лыжников. У пляжной зоны открыли пункт проката спортивного инвентаря. Лыжня хорошая, инвентарь тоже. Сочи красивые, разные фонари светят. Красиво, волга тут. Предлагают в прокате нечто экзотическое. Это велосипед, снежный велосипед для катания зимой. Зимний вариант, вот так скажем, велосипед зимнего варианта. Как вы думаете, те, кто на лыжах, да, не особо стоит, как вы думаете, они вот справятся с такой штукой? Конечно, тут только умение кататься на велосипеде и все, и хорошие сильные руки, чтобы управлять. Рекомендовать что-то вам, уважаемые телезрители, не попробовав на себе, мы не можем. А поэтому первый раз в жизни седлаю зимний велосипед. Сложно, непривычно, но интересно и достаточно весело. Ни корреспондент, ни прохожие не пострадали. Кроме пункта проката, с 30 декабря по 8 января здесь будут работать кафе, торговые точки и аниматоры. Двигаемся в сторону сквера Константина Иванова. Световым оформлением этой зоны занималась казанская фирма. На языке специалистов эти украшения называются ежами и тающими сосульками. Все оборудование светодиодное, все оборудование энергосберегающее, ничего, так скажем, из старого не светодиодного у нас не применяется. Деревья светятся красиво, а вот памятник Константину Иванову в темноте не видно. Это Алексей Ладыков поручил исправить. А еще нужно поставить лавочки, отметил глава администрации, видимо, заметив сидящих прямо в сугробе молодых людей. Полностью к новогодним праздникам территория будет готова через неделю. Мы, как горожанам, обещали работу набережной и в зимний период. Пользуясь случаем, приглашаем всех на московскую зимнюю набережную для отдыха, для занятия зимними видами спорта, для прогулок. Рядом с мужским монастырем есть место для автомобилей. То есть автолюбители могут заезжать, оставить машины, пройти 50 метров и прокатиться на лыжах. На Красной площади начал работать каток и прокат. Для обучения детей здесь закупили специальных пингвинчиков. У тех, кто постарше, свои интересы. Здесь народу много, девочки красивые. К концу недели здесь должны продавать горячий чай, кофе и фастфуд. Журналисты предложили заменить его на блины. Руководство города идею одобрило. Еще одно пожелание градоначальника – наладить уборку снега. В целом город к Новому году и каникулам готов. Теперь главное, чтобы не подвела погода. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика.